друзья всем привет это видео я нашла у себя в архиве я его снимала еще год назад не знаю по какой причине его не выпустила пользуйтесь с удовольствием очень шикарное тесто для пирожков беляшей пирогов можно печь в духовке можно на сковородке пирожки я сегодня хочу испечь пирожки на сковородке с капустой и с яйцом но сначала о тесте тесто очень шикарное поднимается очень хорошо пирожки получаются вкусные и ароматные самое главное что это тесто очень быстрое и простое и так что мне для этого нужно ну как обычно стакан теплой воды одно яйцо 2 столовые ложки сахара половина столовой ложки соли пол пачки дрожжей 5-6 грамм сухих и где-то 025 стакана подсолнечного масла это я буду готовить пол нормы внизу под видео я напишу полную норму почему я делаю пол нормы потому что у меня мало едоков но в принципе это тесто можно оставить в холодильнике и печь на следующий день или еще через день вот этим оно и хорошо это тесто и так приступаем разбиваю одно яйцо если вам нужна полная норма то делайте все вдвойне добавляю сюда соль сахар столовая ложка сахара я беру не пол ну без горки столовая ложка сахара значит что у нас половина столовая ложки соли это вот так все это добавляю стакан теплой воды стакан у меня 250 миллилитров все это перемешиваю до растворения сахара и соли так размешала следом добавляю масло на мою порцию я беру 025 стакана на полную надо пол стакана где-то ну в принципе масло не страшно переборщить и точно так же размешиваю следом я буду брать муку в моем случае это будет где-то 400 450 грамм муку обязательно просеять муку измеряю на весах постепенно просею его и размешиваю добавлю сначала 400 грамм муки потом посмотрю такой момент когда просеиваю муку добавляю в муку еще здесь у меня 6 грамм сухих дрожжей это ложечка такая веса светом электронным и вот так постепенно вместе с дрожжами размешиваем и довешиваю дальше оставшуюся муку насыпала 400 грамм муки перехожу на замес деревянной лопаткой потому что венчиком уже мешать неудобно нужно смотреть обязательно по клейковине муки вот 400 грамм муки недостаточно сейчас я буду постепенно добавлять еще по чуть-чуть и скажу сколько еще добавила и общее количество муки добавила еще 150 грамм муки вот такое тесто получается его нужно хорошо хорошо вымесить как говорят тесто любит руки ручками прямо минут пять-десять его нужно вымешивать чуть-чуть налила на в ладошку масло чтобы его как бы до месить вот чтобы она была не липла к посуде вот она какой консистент получается хорошая мягкая вот какой тесто сейчас я его да перемешиваю и буду ставить на расстойку накрыв пленкой и полотенчиком не где-то часа может быть на полтора-два ну как у меня время будет обминать я не обминаю ни раз ни второй раз вот поднялось и сразу начинаю печь пирожки вот вот такое тесто хорошее отличное вот и она не липнет вот так слегка но она очень очень мягкая очень шикарное тесто получается для пирогов пирожков накрываю и оставляю в теплом месте пока мое тесто поднимается я буду готовить начинку для пирожков у меня как я уже говорила капуста с яйтем но это проще простого капуста тушится варится яички все перемешивается и начинка готова так ну вот тесто простояла два часа сейчас посмотрим как она поднялась поднялась она очень замечательно тесто получилось очень да очень поднялась все сейчас я его обомну и буду готовить пирожки начинка у меня уже вот готова капуста с яйцом как приготовлю пирожки покажу какие пирожки получились я так думаю что пирожки умеют лепить все ну что друзья вот такие отличные пирожки у меня получились здесь у меня я готовила половину норму теста который я оставлю под видео и с половиной у меня вышла вот половина еще половина теста у меня осталось в холодильнике у меня закончилась начинка вот и здесь у меня получились вот так они небольшие такие пирожки они конечно разненькие но ничего мне дочка помогала вот 22 пирожка из половины нормы того что я готовила тесто готовьте с удовольствием из простых продуктов быстро просто и вкусно и радуйте своих близких дорогих и любимых приятного аппетита друзья